Так, мы вернулись. Не переключайте. Вот и мы. Так, продолжаем. У нас сегодня такой вообще просто в онлайне рассказывают такие удивительные вещи, мне кажется. Так, продолжаем. Всем привет еще разок. Всем привет. Знаешь, что я просто такие удивительные вещи. Я не могу просто, знаешь, это как будто бы сериал, который заканчивается на самом интересном месте, и ты потом не можешь услышать. Давай, я сказала. Но это не Breaking Bad. Там все хуже заканчивается. Ну так. По поводу чего? Самые тяжелые гастроли, значит, там тысячи километров. А, да-да-да, там у нас были вообще чудовищные переезды, там тысячи или больше, по-моему, километров за день на автобусе. Мы ехали что-то часов 14, наверное. В олипиезе по 8, по 10 часов и концерт после этого где-нибудь. Ну, в хорошем зале. Не сама понимаешь, что это Германия, Австрия, там какие залы, Швейцария. Да. Вообще, по части залов, конечно, Германия в топе. Лидирует, да? В топе, да. Слушай, ну а вот какие вообще страны? Германия мы уже помнили. А вот еще так, пяток, назови стран, которые прямо засели тебе в голову. Страны или залы в этих странах? Или как? Ну, произвольно. Давай сначала страны, потом залы. Ну, страны, которые мне запали, это Исландия, безусловно. А где по Исландии? Ну, она западет кому угодно, мне кажется. Я не была, мне не запала пока Канада. Канада, это просто набрала Америка своими контрастами. Я там был во многих штатах. Не знаю, в 35-40, наверное, был. Вот. Вот. Ну, какие-то европейские страны я там везде был, я даже не знаю как. Может, Италия? Нет, Италия нет? Ну, это... Италия часто бывает, Италия, Испания. Ну, не знаю, просто как бы на меня... Уже три страны, да? Три страны. Нет, ты уже четыре назвал. Вот пятую ты не можешь выбрать, европейскую какую-то. Да, можно и не европейскую. Можно и не европейскую. Индию. Ну, в Индии был так, это мимолетом. Не то, что мимолетом. У нас был один концерт, и мы так двумя днями как-то уложились. Угу, угу. Слушай, а вот у вас опция такая, когда вы гастролируете, может быть, на каких-то фестивалях, вас где-нибудь выцепливают для того, чтобы вы где-нибудь провели мастер-классы? То есть помимо... Да, да, да. У нас некоторые ребята проводят мастер-классы. Как правило, концерт-мейстеры. А, а ты, пардон, ты не концерт-мейстер своей группы. Нет, я помощник концерт-мейстера. Понятно, я все жду, когда ты уже дослужишься. А кто концерт-мейстер, что не в курсе? Саша Митинский. А, помню. Знаешь его? Слышала фамилию, так и особо нет. А должна, да? Честно, у меня мегалатический позор, я сейчас опозорилась на весь альтовый мир. Да нет. Но, честно говоря, нет. Вот ты мне... Ну, как бы я слышала имя кто-то, может быть, даже и ты упоминал, но как-то я совершенно не соединяюсь с твоим персонажем. Ну, ладно, не важно. А по части залов... Да, вот это зал. Германия, Швейцария, безусловно. Я вот не был ни в Китае... Ну, в Германии какой-нибудь... В Китае в Японии не был, не могу сказать. Кстати, меня вообще поразил зал в Исландии. Там один, я насколько понимаю, но... Такой шикарнейший зал, да. И по акустике, и просто даже... А что за зал? Он находится прямо, можно сказать, в океане. То есть мы наблюдали такую картину интересную. Подъехали, нас подвезли на автобусе туда, к залу, мы поднимались по лестнице сбоку. Ну, там совершенно футуристический зал, очень красивый. И снаружи, и внутри. Поднимались сбоку, наблюдали такую картину. Кто-то из музыкантов, из местного оркестра, то ли у них там была репетиция и перерыв, вышел с уточкой, наловил себе рыбку на ужин, вот, и пошел дальше. Или пошел домой, я уж не помню, как там было, но он просто вот при нас наловил себе прямо там же, где этот зал, там прямо находится в пяти метрах от океана, там, не знаю, киты плавают или не плавают. Но просто наловил там на спиннинг себе несколько рыбешек довольно приличных. И обеспечивал себя ужином. Это, конечно, вообще удивило. Вот, в Америке очень классные есть залы, но в Америке, особенно по деревням, по каким-то таким маленьким городкам, там много зальчиков таких, как бы их назвать, ну, такие псевдозальчики, скажем, то есть они, ты заходишь, кажется, о, как красиво, но смотришь, это все пластик. О, Боже! Ну, да, почти все. Это сделано как бы под дерево, но на самом деле не дерево. И такое там бывает часто. Боже мой. Зато симпатично смотрится. И звучит, кстати, нормально. На удивление. Надо нашим подсказать, который стоит у нас тут. И меня за это убьют или нет, ну, в России попасть, там пересчитать с хороших залов. Просто попасть. Нет, Кирилл, ты знаешь, на самом деле, вот чем мне нравится наш онлайн, у нас тут такая альтернатива, что, в принципе, ты можешь говорить все, что ты считаешь на самом деле, потому что уже как бы хуже не будет, как говорится. Но я же не принадлежу никакой организации такого именно официально. Ну, не считая культурного центра Зилы. Но культурный центр Зилы там... Ну, кстати, у вас замечательная там акустика. Несмотря на конструкцию зала, на то, что там все металлические балки. И как-то сначала, когда заходишь, такое ощущение, что как здесь с акустикой? А на самом деле оказывается вообще отличным. В принципе, даже вот то, что ты подходишь к этому сооружению большому, заходишь внутрь и попадаешь далеко в прошлое, особенно когда поднимаешься на верхний этаж, видишь все это, да. А потом вдруг как-то оказываешься в каком-то, не знаю, в другом немножко измерении. То есть там темная такая атмосфера. И самое главное, конечно же, это атмосфера на концертах. То, что люди рядом прямо с тобой сидят, лежат там буквально. Вот. И все это очень близко, и ты как бы их чувствуешь. То, чего не бывает в больших залах, таких там, даже как... Ну, в Чикаго, я помню, играли, в Карнеги Холк. Там ты как-то немножко отдаление сидишь. Ну, да, ты видишь людей перед собой. Ну, как везде в больших залах ты их видишь, но нет такого контакта, который есть, когда люди очень близко к тебе находятся, еще в полу такой темной атмосфере, это очень прикольно. Да. Ну, ты знаешь, был, конечно, очень душевный вечер, потому что у людей очень много пришло. У нас просто было что-то невероятное, потому что, действительно, я помню, что тот вечер лежали под видеоинсталляцией. То есть обычно как-то... Да-да-да, лежали. Да, лежали. То есть на полном серьезе. И люди вот так вот стримили из-под не знаю вообще чего. То есть они вот так еще не в один ряд там валялись, лежали. Ну, да, это какая-то, что-то было невероятно. Да, слушай, нам было очень приятно играть, и мы как-то испытали большое удовольствие. Ты знаешь, это один из самых таких запоминающихся концертов вот за последнее время, реально. Я тебе говорю это прямо от души. То есть это не какие-то там... Нет, я... Слушай, мне очень приятно, правда. И я... Не правда. Когда я еще работала в Доме музыки, помнишь, это был 17-й год, и потом у меня закончилось сотрудничать с этим заведением. Но когда мы коротко, да, вот в каких-то перерывах там виделись, виделись, у вас репетиция, у меня работа, которая была очень какая-то такая тяжелая, да, на выходе. Я тебя понимаю, да? Да, я не буду сдачи поговорить, насколько она была тяжелая. Я неоднократно, да, вот, останавливалась. Мы с тобой говорили на тему Лофта, на тему каких-то других проектов, которые я хотела запустить. То есть я настолько, как бы, вот, не знаю, видела все это. Ну, в прицеле, в первую очередь, к тем людям, да, к тем составам, которых я знаю лично, вот, которых я абсолютно уверена. И когда мне пришлось оттуда уйти, то есть, как бы, к чему я веду, вот эта вот ситуация с Лофтом, она заглохла очень надолго, да. Ну, то есть по разным причинам тоже не будем, как бы, уточнять. Хотя, в принципе, конечно, та ситуация, которая у меня с проектом до сих пор меня не устраивает, это, конечно, ситуация финансирования, да. То есть, как бы, я выиграла два краудфайдинга, и, да, были и есть, слава богу, партнеры, которые, ну, поддерживают, насколько это возможно, да, какие-то там вот концерты. Вот, например, ваш, да, концерт, потому что он был, знаешь, при том, что все было с роялем до этого, да, и концепция, в принципе, ну, фортепианных составов, скажем так. А здесь совершенно новая история, никто не знал, как это будет воспринято аудиторией, потому что, знаешь, струнный квартет, но мы же понимаем, что это элитарно из элитарного, да, то есть это уже, как бы, сливки сливок, ну, если так можно выразиться, да, то есть там нужно прямо уже иметь какой-то метод. Ну, это, собственно, любители часто бывает, да. Да, да, и, знаешь, я очень переживала, да, я переживала, что люди, которые, знаешь, они привыкли к динамике, они уже понимали, что такое камерная музыка, как вид, но все-таки вот ощущение того, что рояля нет, да, вот может быть каким-то вот именно для них, не для меня, естественно, каким-то вот звеном, а что происходит, а вот что, где, когда. И поэтому я очень рада, что мы реализовали, у нас все прошло на утра. Не знаю, что будет в будущем, но мы всегда рады видеть на своей площадке, правда, это тоже как бы без лишних каких-то дифференций. Да, мы уже ждем приглашения. Мы даже говорили тогда, помнишь, Кирилл, что год Бетховена, типа в шутку все смеялись, давайте исполним все 16 квартетов Бетховена. А я сказала, что у меня столько денег нет. Все посмеялись, потому что сказали, ну, как бы, ну и ладно, вот что-то такое. Ну, иногда, если задаться целем, можно это провернуть и без денег, если прямо задаться. Ты такое в прямом эфире не говори, потому что сейчас тебя начнут названивать. Обесценивать, да, тоже не стоит, я согласен. Но вообще, ты понимаешь, когда, не знаю, как рояль, рояль по-своему наполняет зал, мне кажется. Когда квартетом играешь, надо прикладывать усилия. То есть ты как в процессе, ты когда репетируешь, одна акустика, когда играешь на концерте, она совершенно другая, поскольку приходят люди, открывают рты там или что-то еще. Ну, не важно, может, ничего не открывают. Они чакры открывают, чакры, чакры. Нет, если бы они все не открывали, то акустика была бы замечательной, конечно. Следующий раз, когда... Хорошо, договорились. Вот ты прямо возьмешь в руки микрофон. Вот, я придумала даже тему для твоей модерации. Не-не-не, возьму. Короткая, но эффектная. Кирилл, ты мне обещал. Ты мне обещал в оффлайне. Ну, посмотрим. Мы с тобой прообщались. Дело в том, что... Подожди, я это говорю. Дело в том, что... И музыканты... Вот есть такое... У нас... У профессиональных музыкантов, естественно, есть такой навык, это заполнение звуком пространства. И когда ты чувствуешь, когда надо прибавить... Ну, ты чувствуешь акустику в помещении, и ты чувствуешь, что вот сейчас надо прибавить, и вместе с тобой это чувствуют, естественно, твои коллеги, потому что вы же репетируете, там, о чем-то договариваетесь, но если кто-то прибавляет, значит, он чувствует необходимость в этом. Иногда люди, там, прибавляют по другим причинам, там, или нервничают, или еще что-то. Вот. Но я... По моим ощущениям, я вспоминаю, вот, то, что мы у вас играли концерт, мы добавляли на концерте, потому что на репетиции все немножко даже гудело, звенело, а на концерте мы добавляли, я помню. Это было прикольно, прикольное ощущение, когда ты не ноты мимо стараешься, вот, в этом плане, то есть, прозвучать каждую ноту, и донести ее, там, до последнего ряда, ну, и постараться донести ее с наилучшим результатом, скажем так. Да, Кирилл, нет, это был, кстати, очень эффектный вечер, 23 января, как сейчас помню. Тут самый роковой январь, ты понимаешь, который мы... Почему-то январь мы вспоминаем в апреле, в конце апреля причем. Знаешь, для музыканта это как... Не то, что плохая примена, это странно, потому что обычно к апрелю январь стирается, но это же у всех так. Вот, а тут совершенно другая ситуация. Ну, ты знаешь, мне не покидает ощущение, и тоже хочется сказать отдельно, что было бы здорово, если бы ты был в Москве, да, вот какое-то уже такое спокойное время, и вы бы вообще всей семьей выбрались ко мне в том числе, как и, ну, как гости, понимаешь, получить удовольствие, послушать музыку тоже. Да, по-любому. Ну, ты знаешь, что как бы это чисто дружеское приглашение. Сейчас все изголодаются по мероприятиям, по любым при том. Да, потому что на самом деле у меня как бы нет недостатка в публике, то есть обычно приглашают своих друзей, когда там, не знаю, пустые места, и там, чувак, пожалуйста, приди ко мне, да. А тут совершенно другая ситуация, просто я знаю, что можно получить удовольствие. Ну, дай бог, это все продолжится. Вот, я тоже сама сворачиваю уже на негативы. Вот, надо наоборот верить лучше. Ну что, я думаю, что мы с тобой даже перевыполнили план. Да, пора тех, кто еще остался в бою, укладывать спать уже, наверное. Нет, на самом деле, я тебе очень благодарна, потому что было очень интересно с тобой поговорить. Да, взаимно, абсолютно, да. Пролетело реально на одном дыхании, я не ожидал. Я думал, я буду целый час мочиться, оказалось совершенно наоборот. Вот так, ребята. Со мной можно и мучиться, я имею в виду, что будет непросто, там тяжело как-то, не знаю. Мне понравилось. Вот я не сомневалась, ты знаешь. Я очень рада, и я тебя приглашаю еще. Если захочешь, в любой момент, в любую полночь, выбирай, отмечай на этом календаре. Сможем с тобой выйти еще, если захочешь. Окей, договорились. Ладно, все тогда, ребята. Всем пока. Всем пока, кто дослушал. Всем пока, пока. Если кто-то у меня знакомый, всем привет. Пока. Пока-пока. Пока.